Привет, бойцы! С вами проект Мой Тай Си Кей и я Варченко Виталий. На кого же мы будем сегодня смотреть и восхищаться? Непобедимого мастера своего дела? Лучшего боксера в мире, независимо от весовой категории? Или отмороженного дебила? Я хочу, чтобы ты свои выводы сделал и написал в комментариях. По многочисленным просьбам моих уважаемых подписчиков, в этом видео я тебе расскажу про непобедимого чемпиона, лучшего из лучших боксеров, которого боятся все мировые чемпионы, от легковесов до тяжеловесов, обладателя нескольких чемпионских поясов, с рекордом 147 побед и ни одного поражения, великого Чарли Зеленова. А чтобы у тебя не осталось сомнений по поводу этого чемпиона, я тебе покажу его реальный бой в Ринде. Но давайте послушаем, что сам Чарли говорит о себе. С такой силой, как у меня, я могу легко убить Ринде. Если не убить, то парализовать и погалечь. Я лучший из лучших всех Ринде. В моих кулаках мощь динамит. Я могу победить кого угодно, где он. Как оказалось, наш монстр живет со своими родителями и тренируется самостоятельно у себя в подвале. То есть, все его тренировки сводятся к избиению манекена Боба. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Чем же прославился этот непобедимый воин? Этот сын Будулая? Это порождение порочной связи Люкена и Сони Кейдж? Это дитя Мортал Комбата и Стритфайта. Конечно же, своими уличными боями, как он сам их называет. Вы можете сказать, так он нормальный пацан, не боится драки, рубится на улице. Но все не так просто. Чарли хоть и отморозок, но довольно подлый и хитрый парень. Он выбирает себе соперников довольно хитрым способом. Вся суть его боев сводится к тому, что он идет в тренажерный зал, подчеркиваю, в тренажерный, не в бойцовские залы, не к боксерам в ринг, не в клетку к бойцам ММА, а именно в тренажерный. Подходит к какому-то полукачку или вообще подснежнику и предлагает легко побоксировать, подсовывая перчатки на 12-14 ун. То есть большие боксерские. Но сам при этом работает в битках или в 8-унцовых перчатках. Кто занимался боксом, понимает, о чем я говорю и насколько отличается сила удара в 14-ти унцовках и битках для снарядов. Но и это полбиты. Главная фишка и короночка нашего Чарли в том, что как только наш наивный качок одевает перчатки, Зеленов дотрагивается перчаткой в перчатку в приветственном жесте и сразу набрасывается серией максимально сильных ударов, чтобы сразу нокаутировать напарника. Даже после того, как удивленный и обескураженный соперник говорит «Хватит!» и хочет остановиться, Чарли продолжает бить, чтобы записать на свой счет нокдау. Давайте немного посмотрим, как это происходит. «Хватит!». но наш гений подлости пошел еще дальше он начал предлагать наивным качкам деньги за то чтобы они с ним по спарринговали теперь когда к нему выдвигаются претензии в том что он сделал нелегкий спарринг а мордобой он говорит я ожидал тебе только что денег и на этом конфликт заканчивается напиши в моменте что ты об этом думает и и и и и и и и Вот именно таким способом Чарли набил себе свой непобедимый рекорд. Но свои нули в графе поражения он оставил не потому что ему никто не смог дать отпор. А потому что он просто не записывал свои поражения. Кстати про то, как наш бессмертный воин получал по шее и был неоднократно жестко избит, я сделаю отдельное видео. Тебе понравится. Поэтому подпишись на канал и нажми колокольчик, чтобы не пропустить. А вторая фишка нашего Чарли, который не проигрывает, в том, что если его первая атака с 10-20 ударов не отправляет соперников нокдаун, он просто дальше не боксирует. Говоря, что нас сегодня хватит, я победил. То есть, когда этот выкидыш Мутару и Шаокана понимает, что сейчас может получить по шее, он прекращает драться и записывает на свой счет очередную победу. Вот такой наш непобедимый чемпион, номер один по нижний. Ух… Боже? Ух… А сейчас мы посмотрим реальный бой в ринге нашего уличного гангстера на каких-то второсортных соревнованиях и сделаем вывод о его профессиональных качествах. Ведь реальный уровень бойца могут показать только соревнования. Итак, уже на объявлении судьей правил и всех моментов видно, что сопернику Чарли на голову ниже и довольно в плохой форме, скажем так, по-простому. Ну что же Чарли покажет нам против такого мощного соперника, который так же, как и Чарли, бьет с поджопы размашистыми ударами. Ну, сразу с первого взгляда видно, что соперник довольно второсортный, такой же, как и Чарли, который боится, абсолютно боится, просто боится ударов от соперника и убегает. Ну, я дам вам время самим насладиться этим красивейшим боем на 100 миллионов долларов. Вот, как видим, Чарли получил пару плюх и выплюнул капу. Специально для того, чтобы отдохнуть. Потом сделал вид, что он бежит в атаку, но потом сразу убежал за ринг. Это отличный момент, когда наш четкий пацан, который сам добивал всех, просто выходит с ринга, выплевывает капу и начинает объявлять какие-то претензии, выдвигать в суде в том, что его нечестно ударили и толкнули. Секунданты засовывают ему капу, но он сопротивляется, он не хочет. Он опять выплевывает капу и просто сдается. Вот и весь наш боксер. Видеокурс «Эффективные методы и системы физподготовки». Увеличь свою силу удара, выносливость и взрывную мощь. Ссылка в описании под видео. Видеокурс «Эффективные методы и системы физподготовки» Ссылка в описании под видео. Видеокурс «Эффективные методы и системы физподготовки» Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями. И они должны обязательно увидеть этих монстров, которые... Тигры на словах, но в деле совсем получается иначе. Забирай видеокурсы в описании под видео. Они обязательно помогут тебе стать толковым бойцом, А не балаболом. Настойчивости в тренировках. Субтитры создавал DimaTorzok